добрый день расскажу о прогулке к беседке однажды в конце лета ну не однажды в прошлом году в конце лета или в начале сентября я уже точно не помню когда это было решил я пройтись к беседке пошел по пляжу хотя можно пройти к ней по дороге беседка очень красивое место тут раньше стояла кирпичная в которой снимался эпизод фильма король лир советского телефильма а потом она обветшала под влиянием ветра его обвалилась сейчас смонтировали бетонную от этого места начинаются скалы туда дальше в сторону широкой бухты место очень красивая на валунах рыжий лишайник что говорит о экологической об экологической чистоте этого места берите зарезаны такими очень уютными красивыми бухточками в общем то я люблю здесь бывать и бываю каждый год практически до каждый год бываю и прогуливаюсь туда ну вот сейчас решил снять все это весь этот процесс и немножко об этом рассказать с утеса на котором стоит беседка открывается прекрасный вид на море там всегда волны бился баллоны когда высокие волны то зрелище еще красивее а так всегда пена это завораживает я люблю смотреть как волны бьются об камни ну сейчас волнение маленькая в этом месте впрочем волны всегда больше чем там дальше сейчас волнение маленькая но все равно красиво а когда волны большие глаз не оторвать что называется отсюда рыбаки вот проверила любят ловить бочка я пытался но видно у меня нет таланта кровной ловли потому что ничего не поймал за все лето в щелкино хотя купил удочку купил снасти все но только несколько раз обрывал поплавки и крючки а так ничего больше не попалось не на удочку я плюнул забросил это дело жалко было времени вот отсюда вот видно бухту всю русскую бухту из концов конец и до самого казантипа все пляжи и все пансионаты вот ну вот песчаный пляж в русской бухте а дальше уже места для купания так сказать где подходит где нет но просто погуляться подышать воздухом сюда сходить стоит потому что места исключительно красивая такая суровая при азовская красота камни валуны на черном море такого нет здесь есть я имею ввиду точно точно такого на черном море нет ну а теперь двинемся в сторону да вот беседки можно подойти или по дороге или по пляжу по пляжу длиннее и тяжелее по дороге легче но по пляжу приятнее это вот подход к беседке с дороги повернул направо и ты уже у беседки а дальше сейчас мы вернем налево и двинемся в сторону широкой бухты тут такие первозданные тропинки камни валуны да вот еще по пути я меня интересовало если здесь медузы да вот они есть вот они белеют белыми пятнами вот там они тут есть это те что подверху подверх подошли а еще внизу то есть медузы были к сожалению я их не люблю их последние годы стало больше вот весь берег дальше застроена домами отдыха пансионатами скажем так не домами отдыха еще лет десять даже пять назад здесь ничего не было сейчас активно все застраивается потому что место красивое и для отдыха приспособлены но опять же люди отсюда ходят купаться туда на песчаный пляж в русскую бухту потому что здесь далеко не все бухты подходит для купания зато вот по таким тропинкам занятную пройтись дикие травы валуны опять же эти такая первозданная природа ничем не затронутая я люблю такие места да кто их не любит вообще-то все любят чтобы идти и чувствовать что тут ничего человек не менял тут вот все как было там сотни тысяч и миллионы лет назад так она и осталась не тронутая вот такое оно и было над сотворение мира что называется ну а дальше уже конечно дома пансионаты вот этот кусочек он первозданный тут травники травы собирают потом продают их на рынке в щелкино высушивают бухты как я уже говорил далеко не все подходят для купания ну из-за валунов в воде пляж никто не расчищал и надо очень смотреть внимательно куда ставить ногу потому что при волнении при неловком движении можно получить травму и все это чревато вот пока движемся в сторону широкой бухты тропинки проложены несколькими ярусами вот я иду по верхней смотрю на нижнюю можно было пойти по той смотреть вверх и дальше дорога в принципе заканчивается широким таким но не ущельем а такой ложбиной с камнями и дальше идти уже туда как бы мне не захотелось напряжно было вот за этим домом и туда еще дальше я развернулся и пошел обратно а можно было туда дойти до широкой бухты но просто в этот день не было желания а вот из тех бухточек которые встречаются по пути редко в какой можно купаться надо очень внимательно смотреть выбирать место да чтобы не забыть если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы у меня был стимул снимать подобные видео дальше так ну а мы дальше продолжаем осмотр это замечательного места говорят здесь в воде можно встретить змеи змеи если купаешься я купался пару раз ну как бы ничего не встречал но помню только что выходить на берег было ну осторожно надо было выходить скажем так вот вот в этом месте явно купаться нельзя никаких подходов нет никаких условий вот можно найти получше что-то но мы дальше увидим там есть одна бухта оборудована мостками вот там лучше всего и купаться там один из пансионатов оборудовал мостками бухту которые лучше всего купаться в этих лучше не пробовать удачи ну или дальше туда ехать на широкую бухту репейники такие ну тут все вызывает восторг вот вся эта дикая дикие травы дикие репейники дикие все вот там вот моя тень была возле репейника от солнца это уже дело клонится к вечеру поэтому да вот через одно ущелье проложен мостик такой его пару лет назад не было с виду кажется хлипким но я переходил вполне себе крепкий мост это видно один из пансионатов построил а вот бухта который обустроил пансионат там воски чтобы заходить в воду вот они вблизи вот такая прогулочка спасибо за внимание